Доброго дня! Сегодня мы с вами поговорим о двухфакторной аутентификации. Вообще, что такое двухфакторная или многослойная аутентификация? Для большей наглядности приведу пример. Мы с вами достаточно часто обращаемся к банкоматам. Так вот, для доступа к нашим деньгам мы используем ключ. Это карта банковская. Но для того, чтобы обеспечить наибольшую безопасность в случае утери карты, у нас с вами есть второй тип аутентификации. Это пин-код, который, как правило, мы помним, надо хранить отдельно от карточки. Но чаще всего в голове. Для чего нужна двухфакторная аутентификация в интернете? Да, мы привыкли обращаться к нашему почтовому ящику просто как средство общения, как почте. Но сегодня почтовый ящик чаще всего выступает уже в качестве идентификатора во многих даже финансовых инструментах. И мы для восстановления доступа ко многим нашим сервисам, может быть это сервис iCloud, может быть это сервис того же Сбербанка, мы завязываем на свою электронную почту. И обеспечить безопасность электронной почты сегодня крайне важно. Для тех, кто уже проверил свой почтовый ящик из прошлого урока, если у вас возникли некоторые сомнения и сервис на сайте выдал вам предупреждение, обязательно в первую очередь поменяйте пароль. Ну и второе, мы с вами попробуем настроить двухфакторную аутентификацию. Ее можно настроить, ну наиболее простые два типа. Либо приход SMS-оповещения, либо использование приложения. В следующих уроках мы посмотрим, как это можно сделать посредством приложения Google Authenticator или Microsoft Authenticator. Сегодня же в зависимости от того, каким почтовым сервисом вы пользуетесь, мы посмотрим наглядно на компьютере, как выглядит и где можно найти настройку двухфакторной аутентификации непосредственно в вашем почтовом ящике. Для этого вам надо выбрать, какой почтовый сервис из наиболее популярных вы используете. Яндекс, Mail.ru, может быть Rambler.